Лина Слинкевичус, политик, министр иностранных дел Литовской Республики с 2012-20-х годов, министр обороны Литовской Республики, 93-96-2004 годы, присоединяется к нашему эфиру. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Есть вы у нас с нами на связи. Действительно, очень много вчера было сделано, но из главных тезисов, вот я сейчас цитирую Deutsche Welle, а не ссылается на Жузеппе Борреле, это продолжение изоляции России на международной арене и штрафные меры в отношении российской экономики, то, что приведет, по мнению лидеров европейских стран, к изоляции, к тому, что Российская Федерация остановит военные действия, и готовится девятый пакет санкций в отношении Российской Федерации на стадии разработки, и это подтвердили вчера в Брюсселе. Как вы оцениваете эту работу, которую сейчас проводит Европейский Союз по отношению, именно сейчас говорим, к Российской Федерации, для того, чтобы Российская Федерация остановила военные действия на территории Украины? вам слово. Ну, как вы уже все упомянули, по-своему, тоже принято решение, я бы добавил о миссии военной поддержки Евросоюза, где тоже облизуется обучение 15 тысяч военнослужащих. Потенциал, я бы сказал, 50-50 тысяч. И, кстати, это решение будет воплощено в жизнь как-то непривычно быстро, поскольку обычно все решения выполняются очень медленно в Евросоюзе, но уже эта миссия начнется даже в конце месяца. То, что касается других пакетов санкций, на наш взгляд, это слишком медленно все это происходит, но все-таки мы будем увеличивать этот круг тех стран, которые это поддерживают, тем более, что есть очень конкретные предложения, как можно избегать всяких пробелов, брешей, путей обхода, исключений и так далее. потенциал, действительно, на наш взгляд, еще большой насчет этого, но как-то время пока терпит, но, по-моему, надо все-таки процесс ускаривать. Также, если касается санкций, то тоже есть предложение, чтобы такие же санкции должны быть ужесточены по отношению к Беларуси, поскольку пока они несопоставимы, и на наш взгляд, это тоже неправильно, поскольку все-таки Беларусь очень активно участвует в этом конфликте на стороне России, чем дальше, тем больше, но как-то меры воздействия недостаточные. То, что касается санкций, но в остальном, конечно же, будет продолжаться работа и в других направлениях, скажем, увеличится круг стран, но пока еще недостаточная поддержка для этого международного трибунала. На наш взгляд, это обязательно тоже нужно делать, опять же, работа продолжается, так что тут много всего есть намечено, но все-таки хотелось бы, чтобы эти процессы продвигались быстрее. А учитывая дипломатический вот аспект и то, что беспрецедентная помощь, конечно же, от вашего государства, от стран Балтии и Польши, к примеру, те, кто столкнулся в своей жизни, в своей истории с российской оккупацией, с российской советской агрессией и прекрасно понимают, к чему может привести второй виток такой истории, это понятно, но это что касается тех стран, которые мы неоднократно вспоминаем в нашем эфирах, например, как Венгрия, и Сербия, если я не ошибаюсь, в последнее время тоже начинают какое-то движение по поводу смягчения санкций, вот эти вот качели колеблющихся стран, чем они обосновываются на восьмой, уже практически девятый месяц войны в Украине, неужели недостаточно понятно, даже если не говорить о том, в чем перевес сил сейчас происходит, даже в том, насколько слабым сейчас выглядит Путин и в своем государстве среди своих элит, которые его окружают, даже это их не останавливает от того, чтобы окончательно принять решение и закончить бюрократические недопонимания в середине Европейского Союза и принимать быстрее конкретно решения по помощи Украине, поддержке дипломатической Украине, военной и финансовой. Что ими движет? Это, конечно же, если коротко ответить на ваш вопрос, это, конечно же, неприемлемо, об этом говорим открыто, и это нажим такой должен увеличиться против этих стран, тем более, что они далеко не соседствуют позиции, общей позиции Евросоюза, нашим ценностям, пониманию, а почему они так делают, надо у них самих спрашивать. Для меня тоже очень много таких вопросов возникает, и, конечно же, чем дальше, тем больше. Тем более, что мы хотим не то, что там продолжать эту поддержку, мы должны ее ускорить, а если есть какие-то, как вы знаете, все решения принимаются консенсусом, то если какая-то страна сомневается или имеет какие-то другие предложения, этот процесс, опять же, останавливается искусственно, а время тут очень важно. Кстати, об этом тоже говорилось во время заседания, что необходимо ускорить представление финансовой, скажем, помощи Украине, и не надо, наверное, много аргументов, почему это нужно делать, так что все это тоже замедляется как раз вот потому, что надо тратить время на того, чтобы создать этот консенсус между всеми странами, это продвигается, но слишком медленно. то, что все так быстро меняется сейчас в нашем мире и расстановки сил и влияния в мире также меняется, мы это все наблюдаем в реальном времени, неужели до сих пор в Евросоюзе не возникает возможности для того, чтобы выработать какие-то процессы давления на членов Евросоюза, которые не видят, скажем так, единого, скажем, своего внешнеполитического движения, ну вот как вот пацан, вы говорите, что медленно-медленно, но никак нельзя повлиять, неужели никакого есть, нету сейчас вот инструмента на законных способах, да, дипломатического давления, я не знаю, финансового давления, ну вот с Венгрии пробовали вот это финансовое, да, ограничили там, не дали им какую-то часть денег, но видим, что не совсем это срабатывает и то это в принципе не из-за того, что они не хотят помогать Украине, да, почему не вырабатываются современные актуальные инструменты у Евросоюза для того, чтобы соответствовать вызовам времени? Я бы сказал, не было такой потребности раньше, не было так, так остро вопрос не стоял до этого и поменять что-то тоже нужно, нужно время, это уже такие как бы репрессивные меры тут не привыкли к таким, но вы правы, жизнь сама заставляет ускорить поиск таких рычагов, я думаю, что они найдутся, тем более, что вот как раз это терпение тоже как бы заканчивается понемножку, это не только по вопросу Украины, есть другие, скажем, моменты, которые очень много замечали, или критики, скажем, неприемленности ведения, так что ответить на ваш вопрос, почему этого нет, могу только так, что такие меры так быстро не разрабатываются. Один вопрос вам задам по поводу, ну, не претензии, скажем так, наблюдений, вот вчерашнем нашем эфире с Лейлой, мы общались с американским аналитиком и консультантом политическим, который, он не первый, кстати, многие представители именно американского политикума, экспертного общества, немножечко недовольны тем, как свою часть, свой вклад делает именно Европейский Союз по отношению к Соединенным Штатам Америки, потому что они считают все-таки, что Европейский Союз ближе, это все-таки наш континент, это все-таки наша совместная ответственность, поэтому вот им не совсем нравится, что не соответствует ответственности те суммы, которые вкладываются в помощь Украине. Как вы можете оценить, их претензии объективны, или все-таки у Евросоюза есть и свои объективные причины, почему так происходит? Ну, наверное, есть, конечно, и объективные причины, о которых мы немножко и говорили, но, по сути, это правильное замечание, я тоже так думаю, тем более, что США взяло на себя лидерство, оказание военной помощи, предоставление вооружения, сплачивает эту коалицию, скажем, стран, которые около 50, это коалиция Рамштейна, это очень важно, кстати, и тут лидерство бесспорное, по-моему, но, конечно же, есть пожелание, что по вопросам восстановления страны, финансовой помощи, других механизмов, которые необходимы сейчас для выживания, для того, чтобы все-таки выжить этот кризис и смотреть в будущее, тут, конечно же, лидерство Евросоюза должно быть, это необходимо, а цифры говорят о том, что вся помощь, если так в деньгах все измеряется, которое представляет США, то два раза больше, чем все остальные страны вместе взятые, так что я лично думаю, что эти претензии, конечно же, важны, и тут лидерство должно быть из Евросоюза, если я согласен. Кстати, в Брюсселе, я прекрасно понимаю, что и главы МИД владеют полнотой всей информации и вот этими комментариями по поводу недостаточности помощи в определенных аспектах со стороны Евросоюза, потому что Боррель, Джозеп Боррель, очень много глава евродипломатии, вчера об этом, кстати, говорил, и определенные цифры даже озвучивал, вот к этому моменту Евросоюз и входящие в него страны уже предоставили Украине военной помощи как минимум на 8 миллиардов евро, говорит Джозеп Боррель, и так посчитали в Европейском посчитать, то это примерно 45% от того, что предоставили Киеву Соединенные Штаты, уточнил Боррель. Но в продолжении того, что мы сейчас обсуждаем, очень много вчера, очень много вчера говорили в Брюсселе о Херсоне, и мы понимаем почему, и все мнения освободились к тому, что именно Херсон становится поворотным моментом в войне, и об этом сказал Джозеп Боррель, и добавил, что отступление российских войск в Херсоне показывает, что российская армия потерпела огромное поражение. Далее, хочу еще вспомнить также и главу МИД Литвы Габриэля Салансбергиса, который сказал, что после освобождения Херсона стало ясно, что чем больше оружия мы предоставляем Украине, тем скорее закончится эта война, и добавил, что речь идет на самом деле о европейской безопасности, подчеркнул он перед встречей со своими коллегами. Ну, то есть, понимание есть, какие-то есть сдерживающие факторы, скорее всего, и мы о них тоже, вы сейчас, господин Линк, сейчас об этом говорили, но я хочу вот эту закономерность, чтобы мы с вами проследили. Чем больше украинская армия имеет победных моментов, и чем больше деоккупируется украинских территорий, вы видите, что тем и увеличивается и помощь со стороны Европейского Союза того же, для того, чтобы действительно побыстрее закончилась эта война и победа именно Украины? Да, я думаю, исходя из этого, и исходя из того, что все уже устали, ну, во-первых, украинцы устали от войны, тем более, что там жертвы, а не где-то в другом месте, но устали все от этого, конечно же, хотели бы быстрее закончить, но, думаю, есть такое понимание, что если и говорить о каких-то переговорах, в которых все постоянно как-то возникает вот такой вопрос, то пока это действительно, во-первых, преждевременно, во-вторых, если они и будут, то они должны быть строго по условиям, которые будут установлены украинской стороной, так что тут тоже, чтобы не было никакого нажима, не было никакого искусственного, скажем, действия с этой стороны, и не было бы диктовки каких-то условий, так что не только я бы упомянул вот и помощь, и мотивацию, и как бы заявление о том, что она должна продолжаться и увеличиваться, но в том числе и больше понимания в ситуации, тем более, что если будут какие-то перемирия, которые сейчас требуют, по сути дела, и по всяким каналам посылает, скажем, Россия, то все должны понять, что это ничего общего с миром не имеет, самое лучшее это была бы пауза в войне, этого тоже никто не хочет, поскольку хотели бы завершить эти военные действия, не завершить можно только когда, когда Украина будет очищена от войск России, и тогда можно будет говорить о каких-то переговорах и перемирии, и каких-то других, скажем, дипломатических мер. Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Алексей Данилов сказал, никакой заморозки конфликта, потому что, ну, мы не холодильная камера, добавил он, и действительно, заморозки конфликта хотела бы на определенное время Российской Федерации для того, чтобы потом с большей силой ударить в очередной раз, и по поводу усталости я бы все-таки, наверное, сказала рутинность, вот эта рутинность, которая появилась в Европейском Союзе, потому что правильно всегда говорит глава МИД украинского Дмитрия Кулеба, что на самом деле это не усталость, это рутинность, это плодотворная работа каждодневная, да, и когда появляются вот такие результаты, я прекрасно понимаю, почему сейчас так весь мир, Европейский Союз реагирует на освобождение Херсона, потому что это в первую очередь это победа вооруженных сил Украины, но в то же время это и победа европейской дипломатии, и победа Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, та помощь, которая оказывается, действительно, она влияет, и чем больше ее, тем больше побед на других территориях украинских для украинских и сил обороны, для украинской армии, поэтому это очень важно. Еще один момент, который хотелось бы сейчас с вами обсудить, это очень важный момент, который вчера обсуждался и в Брюсселе, он так и назывался, это тезис в программных аспектах, которые вчера обсуждались, это не допустить гуманитарную катастрофу в Украине, потому что Путин не может завивать Украину, он не может победить украинскую армию, поэтому он пытается компенсировать военные неудачи, страданиями мирных жителей Украины, особенно сейчас, в преддверии зимы. Так свою речь и начал Жузеп Боррель, восстановление энергетической инфраструктуры Украины требует огромных усилий, которые сейчас предпринимают ЕС и партнеры, на это указал глава дипломатии Европейского Союза. Вот энергетическая история, энергетический аспект тоже хотелось бы с вами сейчас обсудить, каким образом Европейский Союз финансы, что еще может оказать Европейский Союз в вопросе энергетической безопасности на ближайшие несколько месяцев. И почему мы задаем этот вопрос? Потому что мы понимаем, что нелегко будет и в Европе в связи с этой зимой, в связи с газовым шантажом со стороны Российской Федерации. Но в вопросе Украины, как Европа может помочь этой зимой Украине в этом направлении? Нужны конкретные какие-то формы. Не только там, я уже говорил о том, что нужно ускорить, конечно же, представление финансовой помощи, которая тоже будет использоваться летом. И, конечно, грядущая зима ничего хорошего тут не обещает. И поэтому нужно и техническое воздействие, техническая помощь, технологическая, если возможности такие позволяют, всякое, которое только возможно, чтобы помочь вот тем, особенно, конечно же, освобожденным территориям, как можно лучше подготовиться к зиме. Но понятно, что все эти проблемы решены, наверное, так легко они будут. Мы понимаем, исходя из объективных таких причин, тем более, что Россия как раз и метится на эту энергетическую инфраструктуру. Это такая тактика, скажем, которая ничего общего, кстати, не имеет с военными действиями. войной, а имеет уже как бы значение такое, как преступление против человечности, можно так называть. Даже как бы направленные такие атаки против гражданского населения уже не является военными действиями против военных. Это что-то уже другое. Тем более, что тут мотивации будет достаточно для Евросоюза, для того, чтобы найти какие-то ресурсы, чтобы помочь и финансовом плане, и технологическом, и техническом, насколько это будет возможно. И об этом, конечно, будет договариваться обе стороны. И вот, наверное, уже даже в финале нашего разговора, да, я хочу такой вот обобщающий вопрос в финале вам задать. Мы понимаем прекрасно, что для того, чтобы войти полноценно в европейскую семью, конечно же, хотелось бы войти с высоко поднятой головой и отстроенной новой сильной, мощной, с потенциалом большим Украиной. Для этого потребуется и помощь непосредственно стран Европейского Союза, всех тех, кто участвует в отстройке, будут участвовать в реконструкции, полностью в возобновлении нашей полностью изуродованной, сруйнованной инфраструктуры. Насколько Евросоюз сейчас, учитывая конкуренцию внутри стран, ведь она, будем объективными, честными, существует и всегда существовало, насколько Евросоюз сейчас готов вкладывать деньги в создание нового, мощного государства, которое может стать конкурентом в будущем. Я понимаю, что это вот со срочкой на будущее время, но все-таки... Ну, если вы следите за заявлениями президента Еврокомиссии, Ушуми по фондерлайн, там тоже все сказано, все эти приоритеты, и тут нет, двух мнений в этом нет, что надо как раз нужны конкретные обязательства, чтобы системный такой подход, скажем, координация нужна между странами, тем более, что восстановление Украины, это большое государство, разрушено, и там потери значительные, значит, нужны средства и для компенсации дефицита бюджета, которые тоже есть, такие обязательства со стороны США и Евросоюза, скажем, там, 3 миллиарда в месяц, но должны быть долгосрочные обязательства, это не только Евросоюз, но и страны большой семерки тоже обязуются, так что я надеюсь, что все-таки все это будет поставлено, будет поставлено на конкретные рельсы, и, конечно же, правы, восстановление, как и победа, скажем, Украины над агрессией России, является как бы и победой, победой Евросоюза, но восстановление Украины, это тоже дело в честь Евросоюза, и тут не надо сомневаться, что это будет тоже приоритетной задачей в ближайшее время. Спасибо вам большое за ответы, спасибо вам большое за вашу непосредственную поддержку с первого дня и до сегодняшнего, искренне, Лина Слинкевичу, литовский политик, министр иностранных дел Литовской Республики, и 2012-2020 годов, министр обороны Литовской Республики, с 93-го по 96-й, по 2004-й был гостем, это часть нашего эфира.